Так, Ангелина, да, вот у нас в гостях Ангелина. Ангелина была у меня на передаче, мы вместе делали один выпуск передачи Собеседники на первом образовательном канале, она рассказывала про философскую интроспекцию. Она, вообще-то говоря, мы это подавали в плане искусственного интеллекта, правильно, да? Ну да, да. Ну так, продавали мы под это вывески. Говорили об этом. А вот Ангелина вскоре после выхода в свет той нашей передачи, она защитила Пеннидарскую диссертацию, вот сейчас она пишет, такие в ней приятные хлопоты, да, как предсвадебные, она пишет скенограмму именно вот этих всех вещей, ну все как положено, одним словом, да? Это уже после свадебных хлопотов. Это уже после свадебных хлопотов, да, значит вы убираете со стола и моете посуду, да, понятно. Так вот, Ангелина, вы теперь впервые уже в новом качестве съездили в Санкт-Петербург на конференции, пробыли там, так сказать, три дня. Это к терактам в Санкт-Петербурге имеет никакого отношения, потому что она проехала там через пару дней, по-моему, да, после теракта, правильно? Ну да. И это оказалось, ваш первый визит в Питер был, правильно? Как первый? В жизни, нет? Оф ты мой, я много раз была в Санкт-Петербурге, очень много раз. Я не знаю, почему я сказал первый раз, она первый раз сходила в Эрмитаж. Ну вот так было. Вот я когда первым делом приехал, я в первый день пошел в Эрмитаж. Стоп, во-первых, Ангелина, чуть погромче говори, вот, и может чуть побольше еще поближе чуть-чуть встать, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну заново он начинает? Нет, не заново. Ну нет, так слишком близко, чуть-чуть подальше все-таки, да, вот так. Он записывает еще пока? Записывает еще пока. Ну хорошо, пусть записывает. Все, я сейчас делаю вот это так. А это можешь и не делать, я так понимаю. Так, ну так и что видели в Эрмитаже? Значит, вы были бы в здании главного штаба, там была бы выставка? Я была и в основном в зале Зимнего музея, и в главном штабе. Да, извините, пожалуйста, в Зимнего дворца. И в генеральном штабе я тоже была, да. В главном штабе? Как там в самом замечательном главном штабе было? В главном штабе была выставка Яна Фабра. Ну, я когда слышу фамилию Фабр, мне всегда вспоминается Жан-Анри Фабр. Это 19 века, великий популяризатор энтомологии, да. У меня в детстве была книжка «Жизнь насекомых». Это его авторство, там прекрасные картинки были, да. Вот, значит, коровья лепешка и как ее осваивают насекомые, вот эти самые. Или там пень, и вот как в нем живут насекомые замечательно, да, вот эти картинки. А это не его потомок, кстати. Я не знаю, взаимосвязаны ли они как-то, но насекомые присутствовали на выставке. Потому что многие изделия Фабра сделаны из скоробеев. Они склеены в чешуйки скоробеев и покрашены в такой изумрудный цвет. Скоробеи – это замечательные жуки-навозники. Они совершенно выдающиеся, они катают вот из навоза шары и катят их. И, возможно, именно глядя на жуков скоробеев, когда-то далекие, так сказать, вот, не знаю, наши предки или предки египтян придумали колеса. Катать колеса – это придумали скоробеи. Ну, еще, естественно, выставка в каком-то смысле скандальная, потому что Яна Фабра называли живодером после того, как он выставил чучело животных, которые, правда, во всяком случае, как он утверждает, и, в общем, я думаю, нет никаких оснований ему не верить, он уже нашел мертвыми, то есть это были бездомные собаки, и он сделал из них чучело и, соответственно, включил их в свои инсталляции. Это, кстати, по-моему, тема уже обыграна была в одной французской кинокомедии, где одной из действующих лиц была собака. В предфинальной сцене она попала под машину, и из нее потом сделали на выставке вот такой чучело. Вторая жизнь была. Да, вот Ян Фабр тоже говорит, что он дает животным вторую жизнь. Так, а вот мне тоже очень понравилось, как вы были на научной конференции философской по интроспекции. Ну, это была не конференция, это меня пригласили делать доклад на исследовательском семинаре. Так, семинар. То есть целых полтора часа были посвящены моей теме, а не то, что я приехала. Ваши диссертации, грубо говоря, или нет? Ну, мы прочитали, я заранее выслала две статьи, которые нужно было прочитать, и, соответственно, аспирантов и студентов не было. Аспиранты Санкт-Петербургского государственного университета, заинтересованные в философии и психологии, прочитали их и пришли на семинар. Ну, и там как, мнения-то разделились, как всегда? Ну, конечно, не разумеется. А вот очень интересно, ведь, по-моему, вот у вас, у философов, так вот эти люди при своем мнении остаются, так сказать, десятилетиями. Нет, вообще, надо признать, что нет, ситуация иная. Люди меняют свои точки зрения, но обычно не радикально. Ну, то есть, какие-то уточнения, почему? Ведь каждый год у ведущего, каждый там 2-3, может быть, 4 года у каждого там ведущего философа выходит новая книга. И он там должен по-новому написать то же самое. Он, который, он уточняет свою позицию, но обычно, конечно, там убежденные физикалисты не становятся дуалистами, например. Физикалисты, которые, вот, значит, вот мозг, вот он обладает сознанием, а дуалисты... Да, то есть, сознание это функция некая, и сводимая, да, к, соответственно... Ну, как вот работа компьютера сводима к работе вот его все-таки... На нейроновым связям, да. Что? Прошу прощения. А дуалисты, ну, это классическая позиция, что существует, ну, еще идущая Декарта, который утверждал, что есть мыслящая субстанция, есть протяженная субстанция. Соответственно, протяженная субстанция, это вот все телесное, а мыслящая субстанция, это сознание. И вот со времен Декарта, это он современник трех мушкетеров, то есть, середина 17 века, эта вся история тянется. Да, история тянется очень действительно давно, да. Да, ну, и вот интроспекция, это немножко частный вопрос. В каком смысле связанный с метафизической вот этой проблемой, с проблемой сознания тела? Ну, интроспекция, это частный вопрос, вопрос о том, можем ли мы доверять... Ну, в общем-то, он может быть таким образом сформулирован, можем ли мы доверять отчетам, своим собственным отчетам о сознании. Понятно. Если вы этих отчетов что-то фундаментальное, можем ли мы фундаментальное для теории сознания, можем ли мы их включать в теорию сознания, как данные. У вас хорошая профессия. Вот моя дочь, по-другому знакомого, а он очень любит ножи точить, этого искусства, он буквально посвящает этому всю свою жизнь. Она говорит, точи ножи, точильщик, у тебя хорошая работа. Так вот, у вас тоже у философов, на самом деле, хорошая работа, с 17 века, все на одном и том же месте, у вас идут позиционные бои, и конца, и края им не видно. Ну, в этом... И вы, как говорится, взаимобогащаете друг друга, да? А, да, да, и это не бессмысленно. Нет, это не бессмысленно, в спорах рождается истина. Потому что все новые аргументы можно придумать в этой лохосте, на самом деле. Отлично, я в восторге. Спасибо вам большое. Вот мы сегодня с вами в музее вместе были, выставка понравилась? Конечно, очень интересная. Шедевры Нукуса. Вот, вот, или Нукуса. Нукуса. Да, это из Узбекистана. Ну, пока. До свидания. Я сделаю пролет камеры.